Доброе утро! Максим Шибин, да, гитарист. Вот, у нас теперь проходят концерты. Слушайте, звучит время не по-московски. Ну, вот это, наверное, самый необычный концертный зал не только в Москве, а во всей России. И джаза там еще не было, насколько я понимаю. И вот будет послезавтра первый концерт. И послепослезавтра будет концерт Алины. Джаза там не было еще никогда. Хотя джаз регулярно звучит в аптекарском огороде уже несколько лет. Мы очень тесно сотрудничаем. Начали с клуба Алексея Семеновича Козлова. Вот, и уже несколько лет организовали такую специальную программу. Называется она «Город джаз». И эти джазовые концерты проходили на специальном концертном поле и собирали тысячи людей. И уже вот три года подряд. Но, когда заканчивается такой теплый сезон, хочется куда-то их перенести. А все остальные наши пространства были слишком камерные. Это старинная лаборатория, где идут такие камерные концерты. Ну, например, там романцы Петра Ильича Чайковского. Или музыка эпохи барокко. А все равно нужен какой-то размах. И вот мы придумали. У нас теперь все концерты проходят в субтропической оранжереи, в которой, конечно же, цикл концертов называется тропические концерты. Но не нужно думать, что там жара и невероятная влажность, потому что это небольшая гипербола. Оранжерея субтропическая. То есть там относительно прохладно. Там живут вот те растения, о которых я уже говорил. И там помещается прямо среди деревьев, по крайней мере, 300 с лишним зрителей, которые теперь вот посещают эти концерты, которые у нас проходят несколько раз в неделю. Но джазовые будут впервые в эту субботу и в это воскресенье. Алексей, вы всегда так чудесно рассказываете, всегда приходите с бриллиантами, с жемчужинами. Я слышала, как Алина репетировала голос, конечно, ну волшебный, ну сказочный абсолютно. Далее, мы можем, кстати, сейчас сказать всем, кто нас смотрит и слушает, что Алина сегодня споет у нас. Обязательно. Живьем, естественно, мы услышим, как все это на самом деле звучит. И ты знаешь, между прочим, Владислав, Алина представит 27 и 28 числа... 28 числа. 28 числа, 27 у нас Jazz Dance Orchestra, да. Совершенно новую программу в новом составе с новыми музыкальными. И будет она называться «Матильда». Так в чем отличие от «Джазмобиля», лидером которого вы являетесь? Ну, до этого мы делали такую прозрачную джазовую музыку, авторскую преимущественно, чаще всего на русском языке, с акустическими инструментами, с акустическим звучанием. Можно сказать, что с вкраплениями фолка и немножечко влиянием ICM, такой есть лейбл европейский. Вот, а сейчас немножечко мы уходим в сторону более современного модернового звучания. У нас будет немножко электроники, и она будет органично соединяться с акустикой. Посмотрим, что из этого всего выйдет. Как вкусно звучит. Кстати, удивительно, но в этой оранжереи почему-то оказалась хорошая акустика, хотя она вовсе не предполагалась изначально для концертов. Но сейчас даже ее куратор согласился, что концерты настолько выразительные там получаются, настолько хорошо звучит музыка, что мы в процессе реконструкции оранжерей просто предусмотрим там постоянно действующий концертный зал. И надеюсь, что вот сейчас у нас там среднем три концерта в неделю, а мы дойдем до того, что они будут каждый день. А вот это, Алексей, мы же с вами не первый раз уже общаемся. Это называется, если складывается, то она складывается все уже. Да, мне тоже так кажется. Давайте мы прямо сейчас прервемся, друзья. Будьте здесь, мы вернемся к вам очень скоро. Доброе утро. Итак, друзья, мы продолжаем сегодня говорить о фестивале «Город джаз», который пройдет в эти выходные 27 и 28 числа. И 28 числа вы услышите божественный, шикарный голос Алины Ростоцкой, которая уже переместилась к микрофону. И прежде чем мы будем слушать музыку, давайте немножечко все-таки о ней поговорим. Алина, я знаю, что вы не просто джазовая певица, да, вы еще и автор песен, вы аранжировщик. Вы музыку тоже пишете сами? То есть прям артист полного цикла. Полного цикла. Так, ой, я микрофончик не слышу. Алина, слышно? Нам Али микрофончик. Ну, говорят, все хорошо, говорят, все слышно, да. Ну что, может быть, приступим уже к творчеству? Мы же обещали живое исполнение. Прямо сейчас оно произойдет здесь. Конечно. Дайте пару слов о том, что прозвучит. Да, мы сыграем авторскую тему, которая называется «We can fly». Мы можем летать для утра то, что нужно. Давайте. Давайте. Тайдер дай, 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 дай. Тайдер дай, 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 дай. Я смотрел на faces, я смотрел на пляж. Для кого я мечтал, я мечтал. Я смотрел на sensations, для меня не исчезли. Я смотрел на сентября. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 некоторые, кстати, посвященные цветам. Например, романс «Сирень» Сергея Васильевича Рахманинова. Его знаменитый вокализ прозвучит великая, с моей точки зрения, одна из самых моих любимых ария Далилы из оперы «Самсон» и «Далила» Камиля Синсанса. Прозвучит ария «Мистер Икса». Это будет такой замечательный дуэт, который будет исполнять очень известные популярные вещи. А художник тем временем будет не только вести этот концерт, но и рассказывать про свои уникальные цветочные орнаменты. Всем нужно увидеть, потому что его творчество удивительно своеобразно. Этими цветочными орнаментами он умеет расписывать и флаконы для духов, и какие-то манекены, и создавать из них каких-то причудливых животных. И он стал очень популярным, у него проходило много выставок, в том числе и у нас в аптекарском огороде. То есть это не первый опыт сотрудничества. Поэтому все зрители погрузятся и в атмосферу живописи, и в атмосферу творчества непосредственного, потому что мастер-класс будет проходить, что называется, вживую. И в атмосферу музыки. И еще в атмосферу старинных растений, которые еще потрясающе пахнут, кстати, сейчас. Вот именно ароматы. Особенно цитрусы, да. То есть здесь все органы чувств будут получать какие-то положительные эмоции. И судя по тому невероятному успеху, который вот у нас был во время ночи барокко, которая у нас 1 сентября прошла, когда действительно какой-то синтез искусств, и сад реально просто дополняется искусством, то я надеюсь, что этот формат будет исключительно популярным. И мы будем повторять снова и снова такие праздники, где все виды искусства сочетаются вместе, либо в нашем историческом дендерарии, если тепло, либо, как сейчас, уже прохладно в исторических оранжереях сада. А я вот хотела быстренько спросить, а вот художник, он прямо привезет свои работы, вот полотна, или это будет медиапространство? Он и привезет свои работы, их можно будет увидеть вживую, и научит, как можно такие же работы создавать, если кто-то обладает таким же талантом, и еще представит музыкантов, и будет в качестве конферансье, обычно это моя такая специализация, а тут он будет вести этот концерт. Не жалко было отдавать? Ну, знаете, я люблю, чтобы было что-то разное, понимаете? Я боюсь, рано или поздно, если буду вести все концерты, надоем просто публике. Вот и все. Не может этого быть. Тем более, что у всех чуть-чуть разные манеры, чуть-чуть разный подход. Да, он параллельно, я думаю, что будет рассказывать немного о живописи, это интересно. И, конечно, я-то много видел его работ, и я жалею, что на самом-то деле не так много его выставок проходило. Может быть, мы организуем его персональную выставку, потому что эти цветочные орнаменты действительно уникальны. Это очень необычная техника, они невероятно жизнерадостные, они очень хорошо соответствуют атмосфере сада. Это цветочные орнаменты же, да, праздник цветов. Поэтому самое лучшее место для проведения таких праздников, событий, это, конечно же, аптекарский огород. Я думаю, да. Ну, это такая уникальная штука. Давайте мы приверемся снова, друзья, и скоро продолжим, и вернемся к вам. Шикарный, блестящий, волшебный эфир у нас сегодня в студии телерадиоканал «Страна.ФМ». Джазовая певица Алина Ростоцкая и директор аптекарского огорода Алексей Ретеюм. Здравствуйте, еще раз доброе утро. И вот мы с Алексеем тут сидим и обсуждаем насущную проблему, что 27-го числа, когда начнется фестиваль «Город джаз», Алексей будет присутствовать в совершенно другом месте. Знаете, традиционно теперь уже некоторые концерты, которые вообще-то зарождались в аптекарском огороде, теперь проходят в Большом зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Это звучит гордо. Да, и я их веду. Это будет уже третий концерт в субботу. Я действительно не смогу быть на открытии нашего джазового фестиваля, потому что мы будем отмечать в Большом зале консерватории десятилетие ансамбля «Квеста музыка». Это оркестр, который специализируется на исполнении барочной музыки, но не только барочной. Его создатель и дирижер Филипп Чижевский, мы очень близкий друг, и у нас в течение последних уже двух лет огромная была программа совместная в аптекарском огороде, включавшая в себя и обширные такие большие концерты под открытым небом, и небольшие камерные, которые мы называем «квартирники». Один из них прошел совсем недавно, с огромным успехом в старинной лаборатории. Причем мы используем всегда аутентичные барочные инструменты. То есть люди слышат ровно такую же музыку, какая звучала 300-300 лет тому назад. Это потрясающе. Причем приходится настраивать инструменты даже между частями исполнения одного и того же произведения, настолько быстро они, увы, расстраиваются. Зато аутентичное звучание. И вот мы решили торжественно отметить десятилетие «Квеста музыка» в Большом зале консерватории. И долго думать, я там буду в качестве ведущего, это уже третий мой концерт в качестве ведущего в Большом зале консерватории, осваиваю для себя новую профессию, не только же директор ботанического сада Московского университета. Первый концерт был где-то год назад, он назывался «Музыка цветов». Мы собрали все произведения, которые посвящены растениям, или в них упоминаются растения, или это попытки композитора создать какие-то звуковые образы растения, как, скажем, подснежник Петра Ильича Чистовского. То есть такая концептуальная штука, да? Да, это была концептуальная. А теперь уже шире, не только какие-то специальные цветочные произведения. И в данном случае мы придумали такую невероятно интересную программу, которая будет состоять из концерта для скрипки с оркестром Йозефа Гайдена. И пригласили замечательного скрипача, который в 13-летнем возрасте, его зовут Дмитрий Смирнов, в 13-летнем возрасте дал сольный концерт в Корнеги-Холле в Нью-Йорке. Представляете себе масштаб дарования этого замечательного скрипача, музыканта. Он совсем юный еще, будет играть на уникальной скрипке работы современного, но совершенно уникального немецкого мастера, который звучит поразительно. И вот как раз этот концерт, довольно редко исполняемый, но невероятно выразительный, с разными сюрпризами, потому что Гайден был мастером такого юмора в музыке. Одна прощальная симфония чего стоит. Помните, когда он намекнул тем, что, значит, музыканты в процессе стали расходиться, гасить свечки перед пепитрами о том, что пора дать отпуск оркестру, да, князю Эстерхазию. Тот понял намек и распустил оркестр на каникулы. Вот и здесь много таких тонких музыкальных моментов, которые надо обязательно услышать. Я хотела сказать, вот, Алексей, вот просто вы говорите про наполнение программ. Ваши все программы уникальны. Во-первых, потому что артисты выступают такие грандиозные. Не во-вторых, а уникальны еще и потому, что вы сами, вот как человек-оркестр, вы как человек-энциклопедия, который выходит и начинает рассказывать, и это уже свой отдельный номер, понимаете? Вот жанр концерта в консерватории, который я веду, ну и, конечно же, в аптекарском огороде, подразумевает именно такой, знаете, какой-то не слишком профессиональный, а может быть такой живой непосредственный рассказ о том, что за оркестр, что за музыканты, какие произведения мы услышим. Да, не на каком-то таком языке, понятном для большинства слушателей. Конечно, специалисты, может, скажут, ой, там надо было погрузиться в глубины теории музыки. Но на самом деле я пытаюсь рассказать то, что я сам чувствую, как ощущаю эти концерты. Ну, это такая комфортная, в какой-то степени, в хорошем смысле, это домашняя обстановка такая, да? Да, да, и получается очень непосредственно, я просто вижу обычную реакцию публики, что это довольно-таки, ну, приемлемо и хорошо. Алексей, не будете переживать, находясь в консерватории, а что же происходит в это время на открытии фестиваля? Да, буду, конечно, да, буду, конечно, буду на связи между объявлениями произведений, рассказом о них. Возвращаясь, кстати, к концерту в консерватории, всех призываю туда пойти, потому что не только Гайден там прозвучит, замечательный вот соло на скрипке, но еще одна из его симфоний, знаменитая 70-е, будет еще необыкновенная, очень редко исполняемая симфония такого знаменитого французского композитора Артюра Анигера, которая посвящена, ну, это достаточно грустные события, тяжелые оккупации гитлерской Германии и Франции. И в трех частях он написал эту симфонию, находясь в оккупированном Париже, и она как раз посвящена, она достаточно трагическая такая, но с таким более-менее жизнерадостным финалом, потому что первая часть символизирует смерть, очень печальная, тяжелая, вторая — скорбь, а третья часть — это освобождение. И она так редко исполняется, несмотря на то, что, скажем, его друг Игорь Федорович Стравинский, знаменитый базильский концерт, который тоже прозвучит во время этого концерта, очень высоко ее ценил, и мне она безумно нравится. И мы когда думали, что же включить, мы решили отказаться от самых, знаете, таких популярных произведений. Вот, скажем, вот у нас на празднике цветов завтра будут популярные произведения, более подходящие к аптекарскому огороду, к празднику цветов, узнаваемые произведения. То есть здесь мы хотели, знаете, как-то привлечь интерес с действительно гениальным произведением, которые звучат, на самом деле, редко. Не потому что они, на самом деле, обладают меньшей художественной выразительностью, а просто так сложилось. И, быть может, люди, которые услышат эти произведения, придут в такой восторг, и эти композиторы, и эти концерты и симфонии станут их любимыми. Алексей, давайте напомним, во сколько это завтра будет? Нет, значит, в консерватории будет. Да, в консерватории будет. Да, послезавтра, в субботу. В субботу, конечно. В семь часов традиционно. Завтра праздник цветов в аптекарском огороде, в исторической субтропической оранжерии 8. Это цикл тропических концертов, равно как и все наши концерты джазовые. Теперь проходит всегда в 8 часов вечера. В субтропической оранжерии называются тропические концерты в аптекарском огороде. Но все это завтра и послезавтра. А у нас же прямо сейчас есть возможность уникальной, совершенно волшебной, послушать живое исполнение Алины Ростоцкой. Алина, давайте к микрофончику поближе. И Алина нам обещала, что сейчас следующая песня как раз-таки будет на русском языке. Мы услышим, как джаз может звучать на нашем родном. Честно говоря, это не совсем джаз, если быть совсем честными. И просто поскольку у нас состав сильно отличается от того, что будет звучать в аптекарском, мы немножко адаптировали эту песню, чуть-чуть ее подсократили. Там практически отсутствовать будет сегодня импровизационный элемент, но в концерте он обязательно будет. Обусловлено большим составом. А песня называется «Я разрешаю» – одна из новых. Давайте. Просим. Медленно-медленно я, словно ручей, словно воды струя, двигаюсь к океану большому, в том, в той себе, с которой мы еще не знакомы. Все, что искомо давно, уже хранится внутри, таится среди мечтаний и снов. Хочу стереть я пыль с этой полки и собрать воедейно-разрозненные осколки. Я разрешаю себе быть сильной, И я разрешаю себе быть дерзкой. Жизнь умирает там, где стабильно, Но как же ее украшают неровности, изгибы, всплески. Снова мой разум играет со мной, Сердце молчит у него выходной, Пора бежать из этого плена, Приоткрой окно, там мерцающая вселенная. Сколько же можно, ты мне скажи, Так не талантливо, сколько нас жить, Пора любить, быть нервом, быть звуком, А иначе жизнь — это очень скучная штука. Я разрешаю себе быть танцем, И я разрешаю себе быть чувством, Снять, наконец-то, защитный панцирь, И жить по любви каждый миг постигает Это простое искусство. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот скажите, как после этого, Как после этого начинать разговаривать вообще? Я на Ростовской здесь у нас в студии. Прям даже дышать, как будто вот дыхание замерло. Максиму отдельное спасибо за потрясающие флажолеты, И вообще за все исполнение. Друзья, нам нужно сейчас прерваться на небольшую рекламу, Скоро вернемся. Любим музыку все сильнее и сильнее благодаря нашим гостям. Разное, между прочим, я пояснил уже. Я хотела просто сказать о Лине, Еще у нас там реклама появилась внезапно, До того, как я успела сказать о Лине, Что у нее музыка, вот просто медитация, Это как тренинг, как просто открытие в себе каких-то ресурсов. Мне кажется, что помимо того, что вы создаете эту блестящую музыку, Вы можете тренинги вести. Вот менять жизнь людей хочется. Ну, я на самом деле преподаю, Поэтому так или иначе приходится менять жизнь людей. Кручим, это есть как бы, ну, такое преломление, Вот это их какой-то, наверное, способности. Слушайте, теперь моя очередь комплиментов. Я хотел сказать, что когда вот вы пели эту песню, Я понял, что не только песню, Я еще и книгу как будто бы прочитал. Хорошую, очень хорошую книгу. Вот последнего периода песни они такие, Про приятие себя, про восприятие, наверное, Мира изнутри и приятие себя в этом мире. А я вот хотела сказать огромное спасибо, Спасибо Алексею за то, что он вот находит такие бриллианты. И вот он сказал, мы берем не самые популярные произведения, А мы выискиваем что-то вот устоящее. Спасибо вам огромное за эту работу, которую вы проделываете, И чтобы мы могли к всему этому прикосноваться. Ну, Лера, спасибо, это не в смысле до свидания. У нас есть некоторое количество времени. Знаете, вы очень правы, на самом-то деле, для того, Чтобы организовать настолько обширную культурную программу, Которая включает в себя и концерты классической музыки, И город джаз, и театр наш, Нам приходится держать целую команду людей, Которые работают с артистами, Которые ищут, которые подбирают программы, Возглавляют всю эту команду. Пришлось даже вести такую специальную должность. Креативный директор ботанического сада МГУ Аптекарский огород Александр Альмин, Который собирает и ищет, да, Вот самых интересных, самых выразительных, Самых талантливых артистов. Я вот сейчас немножко глупый вопрос задам в своей стилистике. А у вас и театр есть? Конечно, да. Причем мы единственный в мире ботанический сад, В котором есть свой собственный репертуарный театр. То есть не то, что там антрепризные сыграли и уехали, Да, просто предоставили сцену. Наш театр существует уже 7,5 лет. Это постоянная труппа? Это постоянная труппа, да. Мы единственное, что очень тесно сотрудничаем. И есть некоторые перекрестные артисты. И у нас работают, и в театре Вахтангова. Потому что, я думаю, это самый любимый театр. Это что называется, приглашенные звезды? Да, да, да. Но они, тем не менее, постоянные сотрудники нашего театра «Сад». Он тоже существует как юридическое лицо. И, кстати, чтобы понять уровень, Художественный уровень этого театра, Всех приглашаю 4 ноября. Будет замечательный спектакль, Который называется «Вся жизнь впереди» По Эмилю Ажару. Это такая трагическая история, С другой точки зрения, Очень жизнеутверждающая история Маленького мальчика арабского мусульманина, Который живет в нелегальном приюте для детей В послевоенном Париже У старой еврейки Мадам Розы, Чудом выжившей в Освенциме. И это история о любви, Которой нет границ, Которая не зависит от пола, От расовой какой-то принадлежности, От религии, Ни от чего. И это спектакль, Который держит постоянно От первого мгновения до последнего В полном внимании. Потому что это очень здорово. Я невероятно горжусь этим театром. И у нас сейчас несколько спектаклей, Причем один из них специально рассчитан На слабослышащих, И тех, кто совсем не слышит. Это пластический спектакль. Он сделан по мотивам Великого романа «Сто лет одиночества» Габриэля Гарси Маркеса. Называется он «Маркес без слов». Вот он последний раз шел вчера. Но для того, чтобы быть в курсе, Надо подписаться на инстаграм сада «Хортус Нижняя подчеркненья руда». Сделайте это прямо сейчас, пожалуйста. Алексей, я слушаю, Я не могу понять, Как вы все успеваете это делать? Когда? Вы спите вообще? Не знаю. Но, знаете, этот театр, Это действительно, я бы сказал, Феномен культурной жизни И ботанического сада, И Москвы. И для того, чтобы убедиться в этом, Всех приглашаю на спектакль. Да, у нас остается буквально 40 секунд. Давайте напомню, Значит, в субботу и в воскресенье К скольки лучше? И где билеты можно взять? В 8 часам на нашем сайте «Хортус.ру» Это не путать с инстаграмом. И везде-везде, во всех билетных системах Продаются во всех. Ну и там на месте тоже можно. И на месте перед входом, да. Только это опасно, Потому что билеты, конечно, могут кончиться. Поэтому, друзья, заранее все-таки. Тем более после того, Как Алексей так живо писательно все отписал, Мне кажется, сейчас просто люди побегут. Слушайте, ну это печально, Но время закончилось уже практически. Аптекарского огорода Алексей Рыта-Юм Был с нами. Алексей, большое спасибо. Певицу джазовую. Алина Ростоцкая, просто прелестная. Спасибо, Алина. Большое спасибо. Мы вас ждем в гости. Приходите. Максиму отдельное спасибо За гитарное исполнение сегодня. Спасибо большое. Всех ждем, друзья, На фестивале «Город джаз». Приходите обязательно. До свидания.